дорогие друзья всем добрый вечер подождем пока наша замечательная аудитория соберется доброй ночи лоф терапия онлайн как всегда в полночь здесь и сейчас мы продолжаем нашу программу неофициальную окна сегодня в нашей импровизированной студии midnight loft онлайн александр шайкин но этот человек не нуждается на самом деле в моем каком-то особенном представлении его знают абсолютно все человек я бы сказала магистр игры loft филармония потому что этот участник наверное особенно для меня еще по той простой причине не только за счет его профессиональных качеств за счет его качеств человеческих но дело в том что на проекте он принял участие аж три раза поэтому ниже вообще не секунды больше обязательно вот прямо сейчас смотрите 2 1 привет лет лет сколько лет сколько зим да не говори как слышно как видно все нормально да контакт есть все хорошо супер но мы с тобой на самом деле относительно недавно виделись в ловке да как сейчас помню это был замечательный концерт столько хороших воспоминаний реальности было дело скажи мне начнем с такого как бы разминочного общего вопроса как вообще как ты себя чувствуешь как самоизоляция как тот месяц который прошел да ну наверное как у многих с переменным успехом но в принципе достаточно хорошо в смысле чувствую себя нормально наверно потому что пью витамин d каждый день а какой то то есть получается солнечная энергия поступает у тебя как-то да искусственным путем на самом деле он же влияет прям я где читал это что витамин d он там вот я знаю вижу сана у нас есть врач тут уже в среде вот напишите пожалуйста сейчас это ведь правда да что витамин d он влияет на выработку там дофамина или чего-то там в общем какого-то из прямо важных элементов там удовольствие радости от жизни вот но на самом деле вот мне очень понравилась мысль вчера очень правильно настя сказала по поводу того что как день начнешь так и проведешь это вот так мне кажется верно вот если начнешь с медитации то прям день идет хорошо ну я практикую так часть частенько да сегодня да была для меня это очень такая интересная тема потому что я все пытаюсь найти баланс внутри себя ну конечно у дает так а что ты получается ты медитируешь то есть вот ом да как бы как йоги или чем заключается медитация ну я включаю уже готовые медитации от лучше мороженое кушай шоколадку это девчонки советуют по любому ну это девчонка врач мы знакомы я у нее и спрашиваю собственно но это же научный факт но я включаю просто знаешь есть в ютюбе много всяких ну не только в ютюбе и приложения сейчас есть готовые просто медитации когда тебе конкретно там тебя человек как бы ведет он говорит там сейчас вдохните так а сейчас вы сканируете свое тело а сейчас как бы думаете об этом так как бы удобней что ну а чисто музыкантская медитация то есть как бы ну клавиатурой нет места быть или так ну раз через раз через раз честно скажу поначалу было больше сейчас уже как-то меньше не ну все равно конечно не могу сказать что я совсем не сажусь инструмент но так периодически не каждый день прям даже не каждый день спасибо тебе за честность потому что я бы удивилась если бы сейчас вышел в онлайн там не знаю кто угодно и сказал бы да вы знаете ничего не поменялось я за него как поливал ну как бы это немножко бессмысленно потому что если мы понимаем что в общем-то концертный график но отодвинулся и в таком релакс релаксном режиме да мы в принципе учим какие-то новые произведения ну шлифуем то что хотели отшлифовать но вот в связи сложившейся ситуации мы тут как бы в онлайне чем мы тут балуемся мы в общем делимся лайфхаками да то есть как жить дальше у нас несколько таких острых тем ну наверно самое острое как все таки вот музыканту ну вот реализовать свое вот вот то самое вот то вот что мы обычно выносим на сцену я даже не таким приличным словом это можно называть чтобы не было не дай бог какого-то ну знаешь неудовлетворения вот какой-то такой неоправданной злости то есть как вот куда это можно вложить вот то самое чувство да так чтобы это было вот не знаю эффективно полезно и может быть даже еще кого-то порадовалась за аудиторию вот что тебе первую очередь на карантине пришло в голову ну вот если допустим помимо рояля помимо рояля много мне кажется может быть всего вот только сегодня например и я опять же не знаю сколько это верно но я услышал очередное как бы мнение что до августа не откроются границы вроде как так многие аэрофлот не собирается летать там букинг закрыта и билеты не продают да ну ладно если там просто аэрофлот имеется ввиду что вообще то есть ну никак бы не выехать даже там через минск или как угодно то есть я хочу сказать что не нужно рассчитывать вообще на то что в ближайшее время куда-то поедете своими гастролями и выплесните вот это вот чувство в общем нужно в любом случае какие-то искать альтернативы и себя пробовать и проявлять и сейчас наверно только раз время когда можно много чего попробовать просто и попробовать применить к себе что нравится смотреть разные там курсы книжки почитать и вот это вот все люди все разные кому-то там хочется там больше таким творчеством заниматься и рисовать и все такое кому-то какое-то администрирование в общем это уже дело личное дело каждого конечно первое где как бы ты был замечен естественно мной но потому что я постоянно живу в состоянии мониторинга ну конечно же на фейсбуке мы с тобой сразу встретились в команде топить за ютюб топить за ну как твои успехи скажи мне вот спустя месяц мне все было любопытно поймать такого же как я пожалуйста ну кстати я был раньше чем ты по-моему на день и на два да один из один из первых после которого пошло я просто смотрю там с вот такими глазами первое время смотрел на количество комментариев там уже что-то 900 комментариев наверное под этим постом а хотя я тоже был а ну ты очень популярен я хочу сказать но я был не первым я тоже взял спокойненько перепостил это у кого-то уже уже это несколько дней ходила точно это не важно потому что в нашей тусовке это точно передовик так чем дело-то кончилось дело кончилось тем что действительно ну у меня там было какое-то совсем я совсем не занимался youtube страницей к сожалению и у меня там было ну я не знаю 15 13 подписчиков и сейчас их там ну там за 140 то есть конечно никакого монетизации не идет речь мгновенной но это просто как-то всколыхнуть это болото и чтобы люди начали там ну ну как-то как-то немножко продвинуть свой канал начал что же выложил какие-то еще видео начал наконец вести эту бизнес страницу в фейсбук которая вторая до который необходимый для бизнес аккаунта в инстаграме то есть я посмотрел там какие-то вебинары по инстаграму начал это смотреть что там нужно рекламы в инстаграме ну как бы до этого дела еще не дошло потому что это нужно инвестировать и ну да ну саш ты понимаешь вот у тебя конечно очень позитивный пример как бы мышления что ты как бы узнаешь вот и нащупываешь всю эту техническую базу абсолютно правильно стратегическое мышление мне это дорогие друзья очень близко вот я хочу акцентировать дорогим студентам которые не спят вместо того чтобы спать а смотрят мои онлайн есть такие вот это вот правильный момент идея это вот то что тоже очень важно а вот сама и я правильно понимаю если мы естественно рассчитываем то что мы все рано или поздно попадем на сцену да это как бы такой попадем в ад так звучит рано или поздно попадем куда же мы рано или поздно так я рассчитываю что на сцену в ад сначала на сцену а потом мы попадем на эту адскую сцену если мы пойдем на сцену да как бы все понятно это сценарий ясен мы возвращаемся более или менее как бы на круги свои а вот если нет если это затяжной период и мы уже начинаем как бы реально это уже видеть и те кто так сказать кто перестал того этапки поэтому нужно быть первым намекаю вот смотри может быть может быть тебя было какое-то глубинное вот ощущение что в нашей системе образования я вот так вот тонко намекну есть некоторые такие ниши которые ну вот как-то игнорируются при всем уважении нашей великой школы и все его эти вот навыки на трем мы получаем вот непосредственно вот здесь вот здесь это как бы неоспоримо но вот здесь бывают некоторые проблемы о тех проблемах которые как бы ловц терапия не способна выучить выходит то есть вы скажи мне может быть тебе всегда или не всегда на какой-то момент биографии показалось, что сидеть за инструментом и, ну вот, не знаю, играть классные концерты с классными людьми, там, или в сольном формате, или с оркестром, это, ну, по какой-то степени, ну, недостаточно, потому что и аудитория как-то не так хорошо это воспринимает, и вот как-то хочется сама выразиться. Еще вот было у тебя такое? Было такое, я понимаю, куда ты ведешь. Да, и мне кажется, это нормально абсолютно, что хочется открывать какие-то новые поля деятельности, и можно это поле в интернете практически свободно. Кстати, я с удивлением обнаружил несколько месяцев назад вот эти, ходила реклама по Фейсбуку этих уроков по-английски, там какой-то клуб лекторский, там какая-то актриса из Голливуда, у нее там мастер-классы, я смотрю, есть Хакпельман, пожалуйста, скрипач, у него там блок, значит, уроков. То есть, по сути, это такие ну, более подробные, видимо, уроки мастер-классы, записанные на видео. Вот. У меня тоже была, конечно, такая идея записи этого всего, которая пока никак не реализовалась, не знаю, как-то не хватило видимо какого-то внутреннего драйва. Всегда есть какое-то, прям должно это тебя вот, да? Тебе это как никому другому нужно. Ну, Заш, вы обсуждали, что мне кажется, вот там была такая небольшая ошибочка, вот в выборе именно аудитории, если помнишь, да, вот когда мы с тобой это... Да, да, да. Когда-то там обсуждали, просто ты понимаешь, мне кажется, что тема вот этих мастер-классов, она в принципе очень интересна, потому что двух зайцев одним ударом, потому что можно мы как бы записать... А вот, Алис, давай мы сейчас делаем, прям сейчас эксперимент. Ребят, вот в данный момент там 16-17 человек, да, пожалуйста, прям все быстренько скиньте какой-нибудь значок, какую-нибудь обратную связь, кто из вас пианисты или кто, кому вообще интересна фортепианная игра, кто хотел бы играть, кто не пианист. Просто вот пока. Какой ты мастер-классов, молодец. Ну, посмотрим сразу. Не-не-не-не, просто мне действительно интересна вот такая сразу мини-статистика. Можно какую-то обратную связь? Вот сидят не только музыканты тут, на всякий случай. Да, но я вижу, что там есть и струнники, да, вот Элина... А, нет, это другая Элина. Нет, почему? Наша Элина, да-да-да, та самая, которая... А вот Тома села только что, вот Маша к нам... Это что за знак? Это Бубин? Да, пианист, который хочет и Анастасия Ноктюн. Ну, это Настя, а твердый курс. Ага, она пианистка, Настя, да, значит? Вот, и кому была бы интересна вообще такая идея, например, о фортепианных стримах, небольших мастер-классах онлайн, например? Напишите там, давайте палец вверх тому, те, кому это было бы как-то... Вот, детская мечта, пианист, который не хочет играть, что тебе передаёт? Обязательно, когда будет инструмент. А что, нет инструмента? Ну, инструмент может вам обеспечить компания Ямаха, вы просто можете зайти на сайтах. Я сразу занимаюсь рекламой. Чела, виолончелька, да. Вот, то есть, в принципе, у меня всегда есть такой момент, что ты думаешь, боже мой, как бы аудитории мало, там 750 каких-то подписчиков, а нужно, чтобы хоть какая-то была аудитория, если проводить стримы и выкладывать видеоуроки какие-то. Но вообще это поле абсолютно не паханное, ребят, кто студенты, ниша вообще не занятая, можно сказать. Всё, что я видел у нас в Ютьюбе, да, там есть много каких-то уроков для детей, есть более-менее какое-то выложенное действительно... Ну как, то есть большой блок уроков Писецкого, да? Ну это просто приходили... Очень хорошие уроки, он замечательно занимается с маленькими там детьми, но это просто выложены, как записанные там мамой ученицы уроки на видео, и это абсолютно никак не обработано, то есть это не имеет никакой, в общем, обёртки, да? Это не такая история, ну, абсолютно любительская, в общем, так скажем. Хотя, как бы, контент и качественный. Ну, ты считаешь, что это вот будет голое такое преподавание, то есть в оригинале, да, там, не знаю, садится преподаватель, там рассказывает, ну, как будто бы, да, вот человек сидит за инструментом у себя дома, он слушает эти уроки, получает какие-то рекомендации, вот это вот как бы вот и всё, да, собственно. То есть я правильно понимаю, или... Разные могут быть форматы, это же может быть тоже стрим. Это может... Ну, в формате стрима, да, вот тут же как бы важен выбор платформы, да, чтобы не было... Да, например, берём сегодня, там, ну, набираем каких-то относительно новичков, там, берём до мажорную простую сананту Моцарта, которую все знают, да, до Минсольца и до Редо, и просто на ней я там в течение, ну, я вообще в течение, там, получаса или часа ты просто говоришь о всех типичных, там, проблемах в Моцарте, в вопросах исполнительства, и просто всё это рассказываешь по полочкам. И это можно, как бы, потом применять и ко всем аналогичным сочинениям, конечно. Это просто как пример. Разве Ямаха не проводят? Проводят, Том, она проводит, но сейчас-то Ямаха закрыт, то есть, как бы, они делают это не так часто, потому что нужно подключить все ноутбуки, дискловир там, дискловир сям. Это обычно они делают с Америкой, то есть, как бы, США, то, что за океаном. Думаете, именно в сторону онлайн-стримов преподавания или стримов собственных занятий с комментариями? Да, вот в этом есть разница. Вот, в этом есть разница. И я думаю, что и то, и то возможно об этом речь. Что надо это всё тестить, конечно. Просто понимаешь, мне кажется, что недостаток стрима в чём? Что, с одной стороны, это такой, как бы, подножный корм для всех, то есть, подножный корм для людей, которые к тебе приходят на эту платформу стрима. Ну, как бы, для тебя, да? Это определённый тоже фидбэк. Но видеоуроки – это нечто такое, что, как бы, имеет за собой архив. То есть, это такая подшипка мощная. Это, как бы, целая библиотека, которую ты формируешь, вот, своё, твоя копинка, и, как бы, при желании, да, то есть, ты просто поднимаешься в том, ну, да, вот, как в этом рейтинге. В чём интересно, кстати, что в советское время, и не только в советское ещё и в 90-х, этим как-то занимались. То есть, есть вот там сохранившиеся видео, большие уроки Горностаевой, да, у неё были телепередачи. Потом я видел когда-то целую подборку, там, нам, несколько десятков часов Тимакина, это были даже не уроки, а, по-моему, там были его рассказы и уроки, да, просто много лет назад я уже это смотрел, и это было действительно очень здорово сделано. А вот сейчас ничего такого нет, действительно. Саш, а вот скажи, ну, по поводу профессионалов, так вы в двух словах пока поняли. А если бы тебе предложили поработать, в принципе, над аудиторией, этим здесь тоже никто не занимается, ну, типа, привлечения, там, да, людей, просвещения их, вот такой формат какой-нибудь тебе был бы интересен? А что именно это? Ну, смотри, лесоконфильный салат. Недавно прошло потрясающее, как бы, да, скандальное, я бы даже сказала, интервью у еще не поздно. Так-так, да-да. Ну, все это смотрели, я, как бы, честно говоря, посмотрев этот ролик в первую очередь, потому что я, как сейчас, помню, Воронов выложил, короче, я была первой, я прям сразу посмотрела. Да-да. Вот, я просто кивала, когда мне говорили, я смотрела, говорит, а я уже давно. Да, я случайно, как-то так, знаешь, вот зашла на канал этого еще не Познера и посмотрела с Мартыновым, с Кремером, ну, короче, со всеми музыкантами я там посмотрела. Вот, я посмотрела, интересный вообще жанр. Ну, понятно, что один человек делает плюс-минус, там, как бы, типичные истории, но меня порадовало, что нет этого вечного обсиралова, который есть у Познера, потому что у него там все виноваты. Он начинает спрашивать, да, как бы, музыканта заведомо тем вопрос, на который он вот просто взрослый дерево, и он потом так нисходительно говорит, ну, да, конечно, вы же, там, типа, деятель искусства, это вам, мол, не важно. Вот, меня это так бесило. Ну, что, типа, зачем же ты это делаешь? Ну, понятно, что ты хочешь, как бы, показать, кто тут папа, вот, но можно же и без этого. И вот, как бы, еще не Познера, при том, что он там лажает по-черному, периодически. Да, да, он сам себя, конечно, показывает, не сам, иногда. Ты знаешь, вот, может быть, должен быть достойный, я бы сказала, соперник, достойный противник вот этого интервьюера, и мне кажется, что каждый из нас, ну, в известной степени, музыкант здесь очень, как бы, ну, как, ну, разносторонне развитый, да, давай вечно называть своими именами. Мы можем, как бы, выдержать какую-то, на самом деле, критику, да, какое-то сравнение. Вот если бы тебе предложили выступить, ну, в таком вот журналистском даже жанре, да, вот, как бы, тоже смежная какая-то вещь. Да, да, да. Музыкант, но ты, как бы, под другим немножко углом, не совсем как практик, а вот скорее как аналитик. Да, это тоже интересно, на самом деле, это, может быть, даже вот теоретики, скорее, этим занимаются. Вот тоже, кстати, Ярослав Тимофеев, да? Ну, сейчас я в небо, как бы, нет. Нет, 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 ну, не в небо, я не про тебя сейчас, но я имею в виду, что есть люди, которые вот занимаются чем-то схожим, там, Лялика Даурова, но она больше в лекторский сектор, или там Ярик Тимофеев, который в филармонии правильно работает? И он же, собственно, на филармонии ведет такие интервью. И он очень профессионально их ведет, ну, как человек, который музыкант, который знает изнутри много всего. Это немножко другое, да, он, может быть, не практик, там, и исполнитель. Я, кстати, тоже думал, на самом деле, об этом еще давно, еще, может быть, год назад, но мне тогда показалось, что, на самом деле, опять же, музыкантов, очень крупных, которые будут, ну, интересны более-менее широкому кругу, их очень немного, ну, кого ты сможешь достать, действительно. А потом... Ну, ты знаешь, я по-другому смотрю на это, ведь можно в каждом найти какую-то его фишку, но ты же ведь не будешь отрицать, что... Конечно. ...далеко ходить за примером. Каждый, да, вот даже из молодежи, ну, там, окей, у него будет фамилия Немацуев. Ну, не важно, что... Хорошо, да, но если прямо говорить, ну, сколько ты соберешь, ну, то есть не ты, а вот ты будешь брать интервью там, у Немацуева? Ну, сколько это будет? Ну, пару тысяч просмотров, я имею в виду. Ну, неизвестно, смотря как брать интервью и что ставить в топ. Ну, вот сейчас, кстати говоря, неизвестно, потому что, смотри, мы сейчас упираемся в определенные вещи. Вот давай конкретно. Сейчас очень много стало онлайна в нашей жизни. Вот еще месяц, и Пашка просто взорвется, верно? Так. Ну, да. Да, да. Я уклоню. Люди сейчас уже начали охотиться за таким реально качественным интеллектуальным контентом. Причем не так, чтобы, знаешь, ты заходишь в вебинар и тебя там, короче, вот грузер, грузер. Полчаса еще тебе рассказывают правила этого вебинара. Я просто знаю, потому что я пошла тоже. А другие полчаса воды. Всем привет, привет. Да, а вторые полчаса как бы тоже сомнительные, но хотя бывает и не вода, но ты должен реально выдержать эти полчаса. Ты не можешь ни перемотать, ничего. Ты в онлайне, да? Да. Людям хочется интеллекта, но при этом как бы ну, в известной степени, чтобы это было динамично. Да, да, да. Чтобы это было как-то умно. Но и мне кажется, что раз такая тенденция сейчас идет, то в принципе, ну, что греха таить. Как бы в консерватории ничего не намерены делать в этом направлении филармония. Ну, я заходила на страничку филармонии, вот, кстати, говорят, тот же самый упомянутый Ярик, да, вот его как раз сейчас реально припахали к этим интервью. Не знаю. Давно, кстати. Ну, да, но сейчас они как бы с новой силой. И вот я могу сказать, что он, конечно, ну, абсолютно я не хочу даже ничего говорить и в его сторону, потому что все понятно, как бы он, ну, абсолютный мэтр в этом, но понимаешь ли как, может быть... Они не динамичны, да, они очень спокойные такие. Да, это такой организация, да, она так все скатывается в Нофталин, они вроде начинают за здравие, а потом так... Да, есть такое, что это так медленно течет и как-то... Ну, вот у него есть эта вот партнерша, как бы, ну, я сейчас тоже не хочу, конечно, никого обижать, но вот когда она берется за дело, она же не музыкант, оно все скатывается вниз не потому, что Нофталин, а потому, что пошло. Просто давайте вещи называть своими именами. Я когда почитаю эти посты, я потом заснуть не могу, я думаю, блин, а ты какая у человека фантазия просто. Не знаю, не читал. А я тебе могу просветить эротический плейлист, то есть как бы там, где болеро, ровы, или ритмичные вот эти вот качи там туда-сюда. Там все очень хорошо объясняется. Я считаю, меня чуть-чуть сошнило. Не, ну, потому что, знаешь, это как бы не про то. То есть, да, наверное, можно, но... Да, слушай, Алис, ну, вот если тебе это так, может быть, этим заняться такими интервью, кстати, это было бы... Вот, собственно, то, что мы сейчас делаем, это же уже близко к этому, по сути. Ну, это не интервью. Это не интервью, это просто такой, да, диалог, по сути, но... очень близко. Ну, ты знаешь, Саша, когда меня уже пару раз, пару тысяч миллионов раз не взяли на какие-то серьезные работы в качестве и дальше идет троеточие в качестве кого-то, то есть я, в принципе, уже успокоилась. То есть, может быть, конечно, если прям ситуация будет какая-то вопиющая, я подумаю, да, у меня круто, что это получается, я рассмотрю там эту опцию. Сейчас это делается для того, чтобы найти какое-то, знаешь, вот общее решение, то есть такой мощный брейнстор. Мне кажется, что вот... Этот формат мы пока что, слава богу, как-то выдерживаем и выполняем. Ну, хорошо, а вот если вернуться по старинке пройтись, вот давай быстро, онлайн-концерты для тебя это опция или нет? Не совсем. Это, может быть, это была бы и опция, все-таки, если бы я там жил дома с роялем, ну, как-то, чтобы это были какие-то условия, да, но настолько все-таки это искажается. И потом, ну, я сам включал какие-то онлайн там концерты и ненадолго задерживался, не знаю, меня это как не захватывает, это живая, какая-то энергия общения, живой коммуникации, ее там совсем как-то не хватает. Вот, я не знаю, может быть, людям нравится, но мне кажется, это не... Ну, так. вот из того, что мы перечислили, тебе сейчас в данный момент вот здесь есть эти лекции, мастер-классы, то есть они же онлайн-уроки, да, в том или ином виде. Да. А вот скажи, вот если я тебе задам вот такую вот просто, ну, не знаю, загадку, задачу, вот ты себя вот в этом онлайне видишь как бы с изображением или вот как бы нет? То есть я сейчас рассматриваю видеоопцию и опцию подкастов. Вот что ты скажешь насчет подкастов? Тоже возможно. Да и с изображением возможно, потому что все-таки в изображении есть вот этот момент живых эмоций. Многие как бы на слух воспринимают, то есть как бы вот эта вот аудитория, которая слушает, знаешь, аудиокниги, вот это вот все туда же. Да, да, да. Любят в наушничках, знаешь, чтобы не было никакого видеоряда, не рябило перед глазами. То есть вот для тебя лично, давай вот будем отталкиваться сегодня только от тебя. Что все-таки вот более простое, приемлемое, не знаю? Я никогда не задумывался именно вот, что меня не смущает не тот, не тот формат, мне кажется. Но там есть разница. Есть разница. Есть разница. Есть разница, да. Есть разница того, нас легко обращать или тяжело в монету. Просто, ты знаешь, я провела такой достаточно мощный мониторинг за последние дни, настолько мощный, что у меня просто уже глаза, по-моему, скоро вывалятся. Так, интересно. Да, и как бы везде одна и та же, в принципе, песня, что пишут люди, которые достигли определенных высот, ну, в разных жанрах, скажем так. Вот, допустим, подкасты, да? Разные плотности. Я прошерстила, по-моему, уже практически все, у меня такое ощущение. Значит, везде одна и та же слезная история. Людей, которые на этом заработали, берут мощное интервью такое, прям серьезное. И вот, ну, доходим до той главы, где уже начинается про монету, и они говорят, вы знаете, но это никогда не было вот типа задач, и я искренне в это верю. Я реально понимаю, что люди это сделали как хобби, без тебя, и в какой-то момент это стало. И вот у них спрашивают, насколько вот, допустим, от запуска позитивной идеи, да, которая вот реально ступанула, прошло времени там до вашего первого заработка. И они все называют только один год-полтора, но у нас нет два года-полтора, вот причем проблема. Да, я вообще плохо себе представляю, неужели подкасты, я просто сам никогда не слушал подкасты, ну, один раз включал, то есть я вообще не представляю, насколько этот рынок динамичен и насколько он эффективен и его слушает, да. Он достаточно, и как он вообще монетизируется, то есть с помощью рекламы, то есть там слушают сто тысяч людей и туда включают рекламу, так что ли, это работает? Ты знаешь, это по-разному, там есть такая опция, причем эта же опция работает и в написании там тех или иных статьй, ну, давай об этом чуть попозже, про статью. Подкасты в том числе монетизируются за счет, ну, как бы это объяснить так быстро, модель похожа на модель краудфандинга, когда ты приходишь на некую платформу и ты, как только начинаешь монетизировать, ты осюгиваешь какой-то процент в зависимости от и дальше начинается как бы пропорция, а количество там подписчиков, количество там еще чего-то, то есть как только ты становишься успешным, ну, разумеется, на тебя налетает тысяча больших, толстых дядь, кто с которыми надо поделиться, вот, ну, там не так все страшно, потому что я вот интересовалась и где можно размещать свои влоги, и вот здесь тоже очень интересно, есть ряд платформ, это просто смех, вот ты размещаешь, допустим, свой видеоконтент, неважно, цикл лекций там или ты мастерства, ну, не важно, короче, что ты такое-то сливаешь в сеть, причем хронометраж не важен, контент, ну, в общем, тоже, в принципе, тема не важна, и все, что хочет. Значит, есть вариант, либо ты, сейчас, как бы там было, отстегиваешь, значит, 5%, а, да, вспомнилась, ты выкладываешь свое видео, и ты рассчитываешь только на свою аудиторию, тогда порталу ты отстегиваешь только 5% с того, сколько у тебя стоит ценность, с каждого, да, то есть с каждого. А если ты, ну, очень хитро, а если ты хочешь, чтобы тебя в этом ростере, как бы, да, на этом сайте крутили, как-то, ну, в общем, поднимали какой-то там топ, как-то тебя рекламировали, тогда ты отстегиваешь порталу 50%, то есть 5,50%, то просто я уже научно-горьким опытом, я знаю, что такое, когда они говорят, что они не будут вообще заниматься рекламой, и кажется, что, ой, ну, вокруг столько людей, столько людей, обязательно кто-нибудь дозайдет, и вот ты садишься в полнейшую лужу, я просто очень внимательно читала, и я даже в какой-то момент зависла, я подумала, ну, как же, как же это может быть, ну, как же так, просто такая разница, 45%, нифига себе, ну, вот, тем не менее, вот я делюсь вот такой вот на сегодняшний день информации, что скажешь? Ну, реклама, это вообще же двигатель просто торговли, меня это не удивляет совершенно, это, знаешь, это то же самое, что, как бы, самому себе искать концепты, там, где-то по концертным залам, писать везде, или у тебя есть менеджер, ну, практически, да. Ну, это не одно и то уже. Ну, нет. Вообще, если так трезво посмотреть, вот, на все эти опции, там, и интервью, и подкастов, я себе плохо представляю, что вот за это время карантина, да, и то время, в котором у нас нет концертов, это, по крайней мере, там, три-четыре месяца, чтобы что-то из этого могло действительно уже сыграть. Честно, не представляю. то есть это все равно более-менее история долгая, ну, хотя бы полгода, нет? Да нет. Нет, все, что я сегодня с тобой все время весь вечер чувствую, да, не соглашаюсь. Нет, не всегда. Так классно, мне интересно мнение как раз. Нет, понимаешь, как бы, ну, мне самой интересно, чем это все закончится, но мы об этом узнаем, и дальше, короче, такое троеточие. Ну, опять же, знаешь, Саша, не ошибаюсь, кто-то ничего не делает. Я сейчас пытаюсь там это нарастить, я говорю даже сама себе, Алиса, ты набираешь критическую массу, то есть как бы, ну, в какой-то момент она, может быть, мне поможет там для чего-то. Ну, поделиться абсолютно мнением в лом, другой вопрос, что для каждого человека просто инструменты будут найдены свои, то есть нет какого-то универсального решения. Ну, вот еще одна из привлекательных опций, конечно, это написание, да, написание статьи, то есть уже такой жанр, когда просто глазками все это читается, и ты знаешь, ну, три, конечно, сейчас нельзя, наверное, говорить об онлайне, но я скажу, при живых порталах, которые заглядят классическая музыка, нет, я все-таки скажу, я это уже сказала, ну, с какого портала начинать? Ну, я не буду даже ни с какого начинать, все и так понятно, то есть я вас не призываю переписывать всю историю музыки, вы поймете правильно, просто есть некоторые ниши, которые, ну, вот, не затронуты, вот, например, музыка такая, вот, интересно, 20 века, мы много ее учимы, причем и камерной, там, и сольной, да, но нам есть что сказать, есть что показать, вот, если бы создать такой мини-блог-влог, тоже, вот, тематически, причем узко тематически, это то, что я всегда говорила студентам на лекции, возьмите вот, вот, но в нем вы будете, очень хорошая тема, между прочим, я прям, Алиса, вот вижу тебя там, да, ты везде видишь меня, это просто какая-то опасность, невероятно, давайте я буду работать, и буду... Ну смотри, это же неудивительно, потому что, вот, ты предлагаешь эти идеи, значит, они у тебя уже где-то занимают какую-то часть, там, в твоей голове. ты занимаешься сейчас со мной психоанализом? Вот можешь туда пойти, да? Ну, туда не говорят, Ну да. Нет, нет, просто понимаешь, все же замешанная реально на какую-то психологию, я пытаюсь наоборот сейчас, как бы, вскрыть такой серьезный нарып, и я вот, ну, тебя как бы взяла сегодня к себе в партнеры, да, нарып, заключается в чем? Подопечные, да, да, подопытные, то есть, да, какие подопытные, какие подопечные, нет, партнеры именно, у нас такой партнерский диалог, да, как вы понимаете, вот в нашей системе образования есть определенные проблемы, то есть, из нас сделали хороших исполнителей, я сейчас говорю от лица музыкантов, нет лица менеджеров, ладно, и не продюсеров, если бы не некий поворот в моей жизни, я чувствую, что я бы многого не узнала, но такие музыканты, не все, а те, кто чего-то не знает, я просто к чему храню, этому можно научиться, было бы желание, как говорится, и мне кажется, что сейчас коммуна наша музыкантская, чисто, она находится на таком, ну, как бы, зыбком моменте, когда вот эта вот индивидуальная история, она может реально ничем не закончиться, я вот и не подумала. Вот ты знаешь, да, извини, да, я просто сейчас два слова скажу, это как раз вот тот, к чему я вела, вот смотри, Саш, простой пример, вот тебе ручками, да, вот типа там создать сайт, или что-то там типа приложения, тебе удавалось когда, то есть ты этим когда-нибудь занимался, вот таким вот? Прикладным? Ну, смотри, свой сайт я заказывал, то есть он профессионально сделан, но, конечно, я что-то сам там для себя баловался, ну, я просто, ну, ничего такого выложенного, наверное, нет, ну, да, что-то я делал там сам для себя скорее. Ну, просто мне представляется, что есть нечто такое, но это, конечно, очень глобальная идея, что вот представь себе, спасти не только себя в этой ситуации, но это было бы уже как минимум хорошо, как программа минимум, как программа максимум, вот как-то вытащить побольше людей из этой задницы, в которой мы оказались, то есть какая-то такая вот система работ, скажем так, для мультикантов, которая сейчас на данном связана со сценой, ну, к сожалению, так же получается. Да, очень мне нравится ход твоей мысли, Алис, потому что дальше вот есть хороший комментарий, значит, время собирать классную команду, то есть что дальше на самом деле может развиться именно то, о чем ты говоришь, в какую-то даже онлайн-школу или, ну, вот, знаешь, набор курсов или что-то такое, там и менеджмент, там и история музыки какая-то, ну, то есть введение, это, конечно, нужно все красиво подать и красиво назвать, но при этом с очень, ну, действительно хорошим контентом, качественным, вот, там может быть основа маркетинга, продюсирования музыкального, журналистики, вот это вот все, то есть именно все, что не связано со сценой, мне это вот сейчас прямо увиделось именно как такой набор, профессионально, не то, что мы постоянно видим какие-то рекламы, там, вот этих школ, где там тебя за пять уроков научат играть, там в трейдере сидел кузнечик, вот, а действительно что-то такое здоровское, это может быть, это можно сделать, действительно здорово, ну, Алис, я прям опять же, я вижу главного организатора в этом, да, да, ну, 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 конечно, мне как шеф, так сказать, приятно, я тебе расскажу в эту тему буквально анекдот, анекдот правдивый, значит, когда я каждый раз прихожу в локте, я там говорю, ребят, ставьте хэштеги, там, да, сделайте фотографии, бла-бла-бла, вот все в этом духе, и я в какой-то момент, ну, я просто отслеживаю публикации, там, знакомлюсь с людьми, это как бы, это часть моей, так сказать, работы, и вот в какой-то момент я заметила, что есть люди, хоть я им передаю привет, я не знаю, по-прежнему, кто это, замечательные люди, на самом деле, которые ставят хэштег локт консерватория, а теперь, а теперь, вот не смеемся, и думаем, что эта школа может называться локт консерватория, ну, а что, локт филармония уже есть, вот смех смехов, ты понимаешь, это же тысячу лет назад было, какой-то вирус, какая-то там изоляция, этого ничего не было, я посмеялась с этим хэштегом и забыла, и вот сейчас, когда ты мне все это говорил, и опять ты меня увидел в этом, я вспомнила, что есть нечто такое, о чем ты должен узнать. Очень правильно, очень правильно, а можно, да, а может быть, уйти от слова консерватория, мне вот всегда не нравится вот эта вот консерва, просто в слове, знаешь, которая так, к сожалению, вот как называешь корабль, так он и плывет, и вот эта консерва, она там, а мне нравится, когда, ну, академия. Ну, локт академия мне тоже нравится, потому что буква А вообще мне очень нравится, ну, кстати, тебе тоже должна она нравиться. Вот, да. А, ну, так. Да, да. Саш, понятно, слушай, а вот... Так что локт академия, это тема. Локт академия, записывайтесь, ребята, значит, мы открываем онлайн, да, а нет, уже полночь пошла, завтра в полночь. Набираем классы. Да, а по всем звонкам, значит, по всем вопросам, у нас горячая линия открыта. Александр Шайкин, на телефоне, 995-8107, звоните, круглосуточно. Окей. Нет, ну, это все шуточки, конечно, а на самом деле еще, знаешь, тоже тема, которая не дает мне покоя. Вот, ты очень креативный человек, знаешь, мне нравится, что... Спасибо. Несмотря на то, что... Нет, это, ты знаешь, такой комплимент, как бы от души. Ну, действительно, ты был в локте три раза, как бы ты понимаешь, чем занимаюсь я, и я как бы вижу, ну, твое отношение, да, мне это очень приятно. И каждый раз, тебе говоря, с новой девушкой, что тоже... В локте. Одна лучше другой, одна красивее другой. это подогревает мой интерес, я ничего не могу с тобой поделать, но как-то вот, да. Саша, ты знаешь, как зацепить. Так, продолжаем, продолжаем. После такой прелюдии, перед прелюдией, чувствуешь? Прелюдия? Перед фугой, да, да. Идем к фуге, к стретте сразу. Ну, мы не можем сразу так быстро перейти, в общем, смотри, мне нужно разогреться для этого. В общем... Класс. Всем привет, ла-ла-ла-ла. Есть еще такой приемчик вообще в нашей жизни, я так догадываюсь, что ты, в общем, знаком с этой тоже темой, просто замалчу, ты стесняешься. Как такой смежный жанр искусств разных. То есть, давайте честно, музыка сейчас, в общем, не в самой выборной позиции, когда она обособлена, да, я об этом говорила очень много в онлайнах, но вот у тебя есть, по-моему, опыт совмещения, ну, вот, чего-то там. У меня как раз, да, хороший достаточно опыт, не маленький в этом, и я этим вопросом уже, как бы озадачен, ну, лет шесть точно, и... О, вот, я нащупала вот эту вот ахиллесную опыт. Да, я об этом думал еще даже сейчас, то есть, все вот эти вот разные комбинации и новые какие-то сплавы творческие, они мне очень интересны. У меня опыт большой вот с поэтессой, да, мы до сих пор выступаем, которая, девушка замечательная, Аня, она читает стихи, очень талантливые, и вот с музыкой. Я там что-то импровизирую, что-то не импровизирую. Потом у меня есть опыт с балетом, вот, кстати, здесь присоединялся, видимо, на одну секунду один человек из Женевы, который, собственно, из этого балета. Ну, понятно, что он ничего не понял и вышел по-русски. То есть, я был как бы приглашенным пианистом с балетом на сцене, я себе играл на рояле с Анатой Скарлатти, а балет танцевал. То у меня был дуэт, дуэтный тоже проект с танцем, и там уже гораздо больше импровизации. Вот это то, что мне интересно. Кстати, Алис, в нашей Лофт-Академии я считаю, что момент импровизации, вот смешения жанров, это прям вообще тема. А мне нравится твоя импровизация в сторону Лофт-Академии. Ты прям... Ты молодец, далеко пойдешь, Саш, но я в этом не сомневалась. Не, на самом деле, конечно, душевно разговариваем, но можно еще набросать кое-что. Вот мне кажется, что это не предел. Вот смотри, даже сейчас в онлайне получается с этими чуваками, ну, по идее, по старой дружбе, так сказать, можно что-то такое, в общем, сделать. Потому что, смотри, у каждого, уважающего себя музыканта, дома есть хотя бы лун какой-нибудь, да? Ну, то есть, я имею в виду диктофон. Да, да. Ну, они могут у себя, грубо говоря, я надеюсь, даже вот какой-то стольный номер, скажем так, да? И что-то такое вот уже можно сделать, потому что, смотри, в любом доме, ну, извините, вот есть ламточка, есть люстра, есть цвет, то есть, как бы, можно от цвета избавиться, то есть, как-то, ну, поиграть. Конечно, конечно, да. В спектре получить свой трек, да? И попытаться из этого сделать вот тот самый вирусный контент, о котором постоянно говорят студенты. То есть, они выучили только одно из моих домов, потому что можно... Вирусный контент. Take me to church по Лунино, да? Где он там прыгает под песню. И все, там 40 миллионов просмотров. Саша, почему нет? Тем более, я уверена, что у этих ребят, у танцоров всегда очень большая аудитория. У них же там тела, все дела. Ну да, все красиво, конечно. Это не мусорка с кривыми руками и спинами. Да, да, да. На самом деле, у меня даже, у меня сейчас, кстати, была уже такая идея буквально пару дней назад. Я еще никак ее не реализовал, поэтому пока не буду говорить. Но я вот уже знаю, кому написать здесь, в России, по этому поводу. Но, конечно, опять же, не факт, что со мной хотят сотрудничать, но это всегда интересно. Как только я тебе скажу, потом как только что-то... Я говорю просто, чтобы не пропустить все твои обновления, быстро все подписались на Сашу, потому что мы теперь уже все. Заинтриговал. Вот-вот. Вот, на самом деле, все эти смешения, это очень может быть здорово. У меня вообще даже была какая-то сумасшедшая идея лет пять назад, четыре. Вот хотелось что-то такое организовать, вроде такого типа театра, конструктора, где можно было бы именно заниматься смешением типа искусства. Ну, не на вагнеровской основе, конечно, а именно на такой современной, вот что-то типа как раз лофта, то есть черное все такое, конструктора, где можно было бы смешивать и танец, и пластику, и речь, и музыку, и все на свете. И инсталляция, естественно, и все. Ну, я знаю, кажется, такое одно место на правах рекламы. Нет, кстати, зал действительно многофункциональный. Зал очень хороший. И почему бы его не использовать, да его по-разному можно использовать, это так, если ты чисто подружу. Вот, кстати, да. Там все как бы есть, там в плане оснащения, вот в чем Зил, наверное, молодец, действительно, они когда были реконструированы в пятнадцатом году, вот они как-то хорошо позаботились обо всех вот этих вот других видах искусств. Очень хорошо. Вот мне, знаешь, сразу приходят два, кстати, зала, ребят, кто знает, может быть, центр Мирхольда, я тут живу прям в пяти минутах от него. Вот он очень похож, собственно, на Зил, просто он пошире и побольше. Там, наверное, где-то в два раза больше просто вместительность, да? Где-то 200. Ну, порядка, да. Да, и вот, собственно, Зил, и мне очень нравятся обе эти площадки. Но есть еще Black Box, есть, например, там, не знаю, не к столу будет сказано, мне совершенно не нравится, но все-таки Black Box это еще театральный зал Дома музыки раз, потом, например, театр Станиславский два, электротеатр. А, да. Электротеатр, потом, да, есть Градский холл, конечно же, но он вообще огромный, там, в этот мест. Ну, и Градский никого к себе не пускает. Ну, вот, да, это другая история. Но, тем не менее, эти площадки не существуют, просто плюс они родились на хорошо. Вот видишь, кстати, в Loft Philharmonie, опять же, начиная там с следующего, не следующего сезона, можно просто расширять, запускать другие уже просто абонементы, так сказать, не только музыкальные, а музыка плюс. И уже назвать это Loft Academy, Алис. Знаете, мне нравится ход своих мыслей, что мы будем поделать. Я вот как бы пытаюсь не улыбаться, и не получаю. Ну, это же классно, что когда мы с тобой разговариваем, у нас без смеха никак не обходится, даже когда настроены на серьезный разговор. Не, ну, мы говорим вообще о серьезных вещах. Да, и продуктивно, кстати, как ни странно. Ну, хочется верить просто. Об этом мы поговорим с тобой в оффлайне. Да. На самом деле, ты знаешь, вот, а еще? А еще? Сейчас, одну секунду. Ребят, вот пишите все свои идеи, кому было бы интересно. Мне прям тоже интересно посмотреть. Пожалуйста, очень интересно, вот кто сейчас это все слышал. Понимаешь, они думают, что мы сейчас найдем все решения, и они быстренько пойдут... Замечательно, мы их и находим, но чем как бы одна голова хорошо, десять еще лучше. Поэтому, ребят, пишите. Так, да. Я тебе понимаю, феномен этого времени, как мне кажется, что сейчас люди... Вот скажи честно, вот сильно честно. Ты вот стучаешь, что ли? Почему? По людям. По людям. По людям? Да только по некоторым. Не, не очень. Хороший такой ответ. А тебя не наталкивает это на мысли, что как-то это вот даже странно. Что странно? Что вот, например, раньше с нами такая ситуация произошла, но бывает такая фантазия, когда меньше было в разы вот этих вот мессенджеров, мы бы сейчас так не могли сесть в диалог. Да. Ну тогда мы вообще бы обалдели, наверное. Ну все-таки... Когда были в контакте уже, когда были вот такие самые претендивные случаи. Мы могли переписываться, мы даже, может быть, я не помню, нет, мы не могли, наверное, звонить по видеосвязи еще, но могли там позвать. Да. Нет, не то? То есть скучал бы больше? Нет, не то. Нет, ну я, конечно, тоже люблю очень все-таки живое именно общение, живые концерты, да. Но при этом все-таки вспоминаю, что... Ну вот кто-то там писал, Аня Кипиани, по-моему, в этом как раз в Инстаграме написала, что да я на самоизоляции нахожусь как бы с четырех лет. То есть мы пианисты, как бы есть такой момент, что особенно в какой-то период, я сейчас, конечно, давно не занимаюсь, там по шесть часов в день, очень давно, но было когда-то такое, то есть все-таки четыре, пять, шесть, и это близко к тому, что и так сейчас, в общем-то. Вот, поэтому какая-то здоровая доля интроверта, она, конечно, есть, нездоровая, может быть, не знаю. Вот, но я люблю живые контакты, конечно. Понятно, нет, потому что я тоже себя стала ловить на мысли, что как бы много времени уходит сейчас именно на то, чтобы разработать какой-то план Б, вот, много читал книг. Кстати, слушай, я по поводу книг, вот просто что-то забыла тебе спросить с самого начала, как, собственно, книжка? Я тут Саше дала книжонку почитать, дала книжку. Да, вот, Алисе, спасибо большое, ребят. Вот, кто еще не знает и не читал, это книга «Латеральный маркетинг». Как правильно произносить его? Клипо Котлера. Котлера. Да, Котлер, именно, да. То есть он француз? Нет, он американец. Американец. Да, ну, в общем. Все хорошо. Да, очень классная книга. Ты на каком этапе? Потому что вряд ли... Не много, не много я прочитал, там стоимость 60 по такому телефону. Опять же, она у меня естественно в телефоне, да. То есть я ее скачал просто, потому что сейчас, ну, как купить бумажный вариант. И получается, что я и так с телефоном не расстаюсь действительно всегда в руке. А тут еще и книга в руке, и просто глаза устают. Я понимаю, что подолго я ее не читаю. Но с огромным удовольствием я вникаю, конечно. Я долго читаю, когда с пользой. Поэтому это происходит какое-то время длительное, но мне очень нравится и структурирует хорошо и открывает. Вот я как раз подхожу к собственной Котлера. Я пока сейчас прочитал все это про традиционный маркетинг. Вот эту всю раскладочку про вертикальный, да. Сегментирование, ла-ла-ла, вот это все. Позиционирование. То, что, собственно, у нас все то же самое. Как пиздец. А ты читал по маркетингу вот другие какие-то голы вот этого книги? Нет, нет. Книги нет. Ну да, тогда, конечно, то, что ты поймешь, как бы нет сомнений, но интересно, как именно ты воспримешься, что он написал, потому что, конечно, по большому счету... Слушай, скачай в сети вот все билеты проданы Котлера тоже. Это тоже книга. Обязательно. Спасибо. На самом деле, тема вот наша как раз арт. Книга толстая. Книга толстая. Книга читает... Ну, я вот уже всем говорила, но, тем не менее, она того стоит. Потому что там есть ответы, есть какие-то ключи. Ну, и... Не знаю, вот я до сих пор не дочитала ее до конца. Я в процессе, потому что вот я пытаюсь осознавать вот каждую какую-то новую... Осмысливать, да. А я не, конечно, точно слышал, она ходила как-то у нас, ну, вот на слуху была всегда. Популярная, да. Да. Каждый маркетолог ее так или иначе советует, поэтому, ну, не знаю. Слушай, а такой вот вопрос. Вот сейчас тоже небольшая фантазия, но она очень важна. Если бы... Вот если бы ты не был пианистом, да. Вот что на сегодняшний день как бы вот тебе приходит в голову, кем бы ты был, кем бы ты хотел быть? Вот интересный вопрос, потому что это все меняется, да. Я сам себя задавал себе этот вопрос, кем я хотел быть в детстве. Я вспоминал два ответа, как бы совсем в детстве. Это был повар, ну, шеф-повар, именно как создавая там какие-то новые блюда. Да, мне нравится готовить, в принципе, это получается, но, конечно, сейчас, ну, не так прям часто. И второй ответ был почему-то, можно смеяться, директором. То есть вот это вот именно администрирование на высоком, я никогда не уточнял, там, маме и папе, директором чего? Явно не школы, а явно какое-то предприятие. Да. То есть я к этому сейчас, как бы, возвращаюсь. То мы должны сказать ребятам, что мы с Алисой несколько дней назад все-таки, ну, мы прообщались час лишний по телефону, и то есть мы уже много про это говорили, то есть мы уже, как бы, больше просто всеми... Оправдать наш позорный эфир, я понимаю, но, Саша... Нет, это позорный эфир, да? Простите. Нет, я к тому, что Алис уже в курсе, может быть, что вот мы выяснили, что мы оба учились в физмат-школах и как бы занимались физикой и математикой, и вот эта вот привычка структурирования, какого-то анализа и более широкого, может быть, где-то абстрактного взгляд на вещи, оно все равно... Не то, что трудно от нее отказаться, а и не хочется. Зачем? Она очень помогает, мне кажется, везде. И, в принципе, мне это нравится. Мне нравится вот эта вот многослойность, многозадачность именно административной. Это правда. Это называется просто аналитический склад ума. Аналитический склад ума. Вот попадает в маку, и мы ничего не можем поделать, просто мы это видим сразу как анализ, короче, все easy. Да. Буки-буки-буки. И в этом свой интерес, это, на самом деле, может быть, очень здорово, и там столько всяких прослоек. Вот это, что я узела. Вот Сережа Танин пишет, что, Ариса, все равно вы потрудились на твоем прошлом. Привет, Сережа. Да, у меня много скелетов в капу, если что, но об этом вы можете со мной поговорить лично за пределами онлайн. Обращайся за берцовой костью отдельно, да? Или там... Не, ну хорошо, просто ты понимаешь, я тебе задала этот вопрос, естественно, не просто так. Я ничего не делаю, просто так. Как бы, как вот эти вот детские мечты, детские фантазии, вот они могут на сегодняшний день тоже для тебя сработать? Ведь смотри, как бы объединение разных, совершенно диаметрально противоположных идей, вот ты прочитаешь дальше, вот в этой вот, вот в этой вот, я даже подготовил книги. Да, 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 да. Дальше. Я уже прочитал, когда он говорит, что вот йогурт быстрый, да? То есть это не имеет вроде никакого смысла, но это... Да, или киндер-сюрприз, да? То есть он приводит такие вот какие-то примеры, очень понятные, очень душевные. Так вот я к этому же клоню, что, ты знаешь, эта идея была всегда со мной, может быть, потому что тоже, когда я была маленькая, одна из моих вот этих вот идей фикс, значит, кем там я хочу стать, я тоже гурман по своей природе, тоже люблю готовить. Вот. У меня, значит, ресторанный бизнес и, конечно же, при этом деле концертный зал. Ну, в общем, крэйзи. А сейчас я понимаю, что в общем-то... Вообще не крэйзи. Да. То есть я что-то знала тогда, полиции. Просто сейчас это тема объединения даже совершенно несоединимых бизнесов, да, и каких-то там увлечений. Она может быть интересна, потому что человек, вот смотри, который сидит за роялем, который, ну, художник, будем вечно называть своими именами, получается, все, к чему он прикасается, оно же одуховторенное, оно же наполнено его энергией. Боже, Алиса, как красиво. Это точно о нас. Хорошо. Ты знаешь, а это правда, вот то, что говорят, что слава, 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 вот у тебя будет даже настроение офиговое, все что угодно. У тебя не будет в холодильнике даже как с кавой еды, но ты творческий человек. Ты достанешь, и ты приготовишь, не знаю, там, миску с кашей, и это будет, мать его, креативно, потому что ты как-то делаешь это с корицей, как-то ты там глазики выбьешь из какого-нибудь там рафинадика, понимаешь, я не знаю, что будет. Да, да, да. Ты сделаешь это не по-любски, ты сделаешь это, как и артистик. Ну, вообще, правильно, все, и вот по поводу того, что вот этот креативный подход, ну, да, это то, что рынок, как он там называется, да, когда он суперсегментирован, он становится фрагментированным, и, в общем, перенасыщен это все словами этого котлера. Ну, то есть, это действительно так, то есть, срабатывает, просто либо нужно как бы оголяться, но и это уже не сработает сейчас. В общем, есть уже такие персонажи на рынке. Нет, там просто у него есть система, и как бы эта система сейчас больше всего задействует для того, чтобы сегментировать рынок. Там экспертный анализ по, как бы, такому кластерному, то есть, они берут несколько сразу запросов, то есть, там они могут по гендерному, там еще по возрасту, почему-то там, да, всех сегментировать, но это уже давно не работает. Они как бы пытаются выцепить сегмент по его, например, там, благосостоянию. Но это тоже не всегда работает. Допустим, то есть, они делают акцент креативности, что каждый человек, выходя из своего офиса, грубо говоря, он на самом деле стремится и дальше идет троеточивание. Кто-то идет в бар, кто-то идет, не знаю, в ресторан, кто-то идет там в лаунж-бар, кто-то идет там в рок какую-то, кто-то идет на фактический концерт. И эти люди, они, вот их раньше сегментировали по-другому, а сейчас для того, чтобы быть в аудитории, нужно применить очень много параметров сразу. И это такой кластерный анализ. Да, поэтому и срабатывают такие новые креативные идеи. Опять же, можно там, знаешь, вот мне подруга не так давно присылала там не антиресторан, а какого-то там супер-пупер ресторана в Амстердаме, где все это объедено с культурой, то есть, там какие-то картины висят, там, я не знаю. Я, кстати, не так и не очень понял, почему он отличается, собственно, от ресторана, но, в общем, все ищут какой-то специальный концепт обязательно. И такие вещи. Или то, что сработало в Москве, ну, сейчас все, конечно, закрыто, не сейчас сработало, но там слепой ресторан, ты знаешь, где ты в полной темноте, и тебе там, ты не знаешь, что ты кушаешь, а потом только узнаешь. Или с слепыми официантами, это двойная. Ну, сейчас, коронавирус, желательно знать, что ты ешь. Плохая шутка, я знаю, но сейчас, если сходить в такой ресторан, я боюсь, что это просто русская рулетка. Одна из шуток. Сейчас мы никуда не сходим, ни в какой ресторан, при всем желании. Я так рассчитывала, думаю, сейчас у нас будет автопати после онлайна, думай. Автопати онлайн тоже. Слушай, кстати, а вот к слову, я вчера пытала Настю, но может быть, у тебя было тоже какое-то решение на тему того, как общаться правильно с аудиторией. Я выкидывала ей массу опций, что можно там на автопати, на митинг-вит, на общение онлайн с аудиторией. Вот ты как человек, который... Ты же яростный просто экстраверт. Ты должен меня просто понять. Ты серьезно так считаешь, что я яростный экстраверт? А что нет? Я сейчас облажалась, да? Не-не-не. Мне это на самом деле приятно, что со стороны такое впечатление. Я вообще, конечно, интроверт по сути. Просто вот это вот, это менялось с возрастом, и сейчас это больше, может быть, 50 на 50. Но изначально, конечно, интроверт по сути. То есть, вот как, в чем вообще определение, да, то есть, ведь то, что мы видим со стороны, это как бы не всегда так, ну, не всегда правда, да? Интроверт, ну, как мне кажется, интроверт восстанавливается в одиночестве, именно пополняет свою энергию, а экстраверт пополняет свою энергию в общении с людьми, именно в коммуникации. Вот мне, именно чтобы пополняться, мне, конечно, нужно скорее там, не знаю, там выйти погулять одному, или просто там одному посидеть, подумать, помедитировать, именно для восполнения сил. Я не интроверт в таком случае, потому что энергию я восполняю абсолютно так же, то есть, может казаться иначе, но нет, я люблю быть одна, то есть, как бы мне нормально. Поэтому это хорошо. Ну, то есть, у тебя, наверное, тоже какое-то соединение, значит, не стопроцентное, кстати. Ну, смотри, и вот именно из-за этого, кстати, из-за своей интровертности, мне раньше всегда было очень некомфортно сразу после концерта, да, идти общаться, там, даже когда где-то у тебя, например, хотят сделать интервью, а ты еще там весь в музыке, и тебе прям это... Сейчас я гораздо, конечно, проще к этому отношусь. Перед все-таки, да, перед концертом не хочется там мне интервью давать, бывают совершенно там оторванные журналисты, которые с камерами заходят за пять минут, давайте мы вас сейчас снимем, идите вы, ребята, вообще. Да, а после... Вообще, этот европейский формат мне, в принципе, нравится, в смысле, после общения, это, как правило, это всегда какой-то фуршет, да, и это абсолютно нормально, мне кажется. Ну, конечно, коктейли вообще, понимаешь, как-то расслабиться, хотя бы поговорить, на тебя-то погвалят, конечно же. Да, и ты получаешь, конечно, получаешь фидбэк, и тоже наполняешься от этого. Потом немножко, мне кажется, разная история, я, кстати, вчера думал тоже, во время того, как вы об этом говорили, есть прям, вот если большой концертный зал, там на две тысячи человек, например, да, это одна история, ты играл там с оркестром, и вот какой-то камерный зал, и когда ты действительно, ну, прям вот коммуницируешь, можно сказать, с каждым конкретно, да, ты можешь посмотреть там каждому в глаза, по сути, вот когда мы в лофте, тут нормально, мне кажется, это правильно и хорошо, именно общение, вот как у тебя, это круто, в смысле, как в лофте, ты рассказываешь, что ты говоришь, и просветительской функцией занимаешься, конечно, две тысячи человек, это не очень срабатывает, там все начинают, то есть кто-то слушает, кто-то начинает чесаться, это бесит, кто-то вообще, часть аудитории обязательно не понимает твой язык, какой бы это ни был язык, там в любой стране, даже жестко, да, тебя даже не увидят толком там, ну, то есть там нет смысла общаться вот со сцены, я считаю, да, в большом зале, а если... Ну, вы меня как бы не поняли на пару, то к Насте я не имела в виду со сцены, я как бы имела в виду, что коммуникация непосредственно как бы не привязка уже с сцены, потому что, ну, просто, да, люди приходят одни и те же порой на концерт, ну, бог себе, может быть, просто как бы вопрос не совсем удачный. Слушай, нет, а почему? Я хочу добить этот вопрос, потому что после, это абсолютно, ну, хорошая практика, мне кажется, вот такого. Нет, я тоже так считаю, просто мне казалось, что у каждого как-то это происходит по-своему, но есть какой-то более приемлемый вариант. Ты сказал, что тебе вот нравится Автопати, тебе нравится Дмитрий Грид. Да, да, да. Но мне тоже это близко. А какие еще могут быть варианты? Мне просто интересно. Ну, то есть... А мы вот сейчас с тобой сидим как раз в одном из этих вариантов, понимаешь? То есть, вот, пожалуйста, это способ, ну, как бы, в такой нестандартной ситуации, да, лоб не функционирует, но как бы проект продолжается по сути, то есть, в общем. Ну, да. Но такое общение же не будет на 100 человек, то есть, не будет же такой стрим на там 100 окошек. Ну, нет, подожди, выбирается как бы, ну, это так, привет. Вот. И есть аудитория, да, то есть, как бы, ты сейчас не будешь 100 человек, но сейчас в данный момент не 100, там, а 16-17, да, как бы, на ней, во-первых, сменяются, во-вторых, ты понимаешь, что те люди, которые смотрят этот же онлайн в офлайне, да, это как бы цифр, ну, абсолютно не заизмеримый в офлайне смотрят больше. Ну, да. Кто знает, что. Вот, ну, неприемлемы, какие-то сочетания, которые нет желания осуществлять. Вот от противного сейчас пошел. Сочетания? Ну, мне кажется, это был очень факт, да? Ну, да, это, мне кажется, вообще такой вопрос какой-то этический, эстетический. То есть, ну, это как, знаете, ну, там, в театре, в драматическом, да, кто-то там считает, что, ну, хорошо выходить на сцену голым, там, а для кого-то это прям вот стоп. Ну, то есть, вот, только из этой серии мне, может быть, это там интересно или неинтересно, это талантливо или нет, а дальше это уже вопрос, как бы, эстетики, что ли, а для кого-то и этики. Слушай, вот такая тема, ты же такой прогрессивный, ты по идее сейчас выяснишь, что ты был. Ты был на представлениях иммерсивного театра в Тазани? Всегда хотел, а так еще не был, по сути. Вот очень, очень хотел, очень хотел. Да, но я был, как бы, в театре, вот в том же, в ЦИМе, когда, ну, даже сейчас обычный уже театр, там часто есть элемент, как бы, немножко иммерсивности, ну, не так, конечно. Хотя, знаешь, то, что я читал про эти вернувшиеся, там, которые ставил Мигель, ну, это, мне кажется, все еще тоже на, в самом зачатке находится идея, потому что, ну что, они там ходят по коридорам, смотрят, смотрят, кто чем занимается, там, и не особо, там, собственно, иммерсивности. Ну, ты знаешь, за последние пять лет, во-первых, этих точек стало гораздо больше. Да. А у нас 28-27 секунд, все, у нас часы появились, но аудиторию нужно оставлять голодными, пишите бис, и мы еще уйдем. Всем пока. Спасибо, ребят. всем большое, аудиторию тоже спасибо за внимание. Вот так вот, быстро час проветел. Да, очень спасибо, Алис, с удовольствием. Я всегда рада, спасибо тебе. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok